Готовы раскрыть тайны своей личности и узнать, что делает вас именно вами? Этот тест личности поможет вам выявиться из самой сильной и самой слабой стороны. Все, что вам нужно, это блокнот и ручка. Но вы также можете использовать заметки в своем телефоне. Поехали! Итак, представьте, что вы только что провели неприятную беседу в школе или на работе, как вы обычно ведете себя в стрессовых ситуациях. Эй, остаюсь спокойным и собранным, и обычно не нервничаю. Би, становлюсь беспокоенным и подавленным, даже могу расплакаться от стресса. Си, беру на себя ответственность и становлюсь более уверенным. Ди, уединяюсь и погружаюсь в себя. Мне нужна приватность. Как вы предпочитаете проводить свое свободное время? Эй, участвую в творческих занятиях, например, в живописи, мастер-классах. Би, общаюсь с друзьями или посещаю мероприятия. Мне нравится быть в центре внимания. Си, занимаюсь физическими упражнениями или спортом. Я не могу представить свою жизнь без походов в спортзал. Ди, наслаждаюсь одиночеством и спокойными занятиями. Представьте себе, вам предстоит принять очень важное решение. На что бы вы больше всего полагались при его принятии? Эй, на логику и рассуждение. Би, на интуицию или чутье. Я доверяю своим чувствам. Они меня никогда не подводят. Си, поиск совета у других. Они могли сталкиваться с чем-то похожим, так что могут помочь. Ди, буду учитывать предыдущий опыт. Все мы иногда сталкиваемся с критикой. Как вы справляетесь с критикой? Эй, обдумаю ее и использую для своего развития. Критика может помочь мне стать лучше. Би, воспринимаю близко к сердцу и чувствую боль. Люди часто говорят то, чего я не хочу слышать. Си, защищаюсь и привожу контраргументы. Кто они такие, чтобы судить меня? Ди, отмахиваюсь от нее и не позволяю влиять на меня. Мне просто не важно, что думают другие. Как бы вы описали свой подход к работе или задачам? Эй, ориентированность на детали и организованность. Би, гибкость и адаптивность. Си, конкурентоспособность и ориентация на достижение целей. Ди, независимость и мотивированность на себя. Как бы вы описали себя в ситуациях с другими? Например, когда проводите время со своими друзьями. Эй, замкнутый интроверт. Мне бывает трудно общаться с людьми, особенно в незнакомой обстановке. Би, общительный экстраверт. Я душа компании. Си, решительный и уверенный в себя. Однако многие люди думают, что я интроверт. Ди, внимательный аналитик. Мне может потребоваться некоторое время, чтобы почувствовать себя уверенно с новыми людьми. Как вы справляетесь с неожиданными изменениями или нарушениями ваших планов? Эй, быстро адаптируюсь и ищу альтернативные решения. Би, чувствую себя раздраженным и испытываю трудности с адаптацией. Си, беру инициативу в свои руки. Ди, анализирую ситуацию, прежде чем принимать решения о дальнейших действиях. Что вас больше всего мотивирует? Эй, личностный рост и обучение. Би, признание и похвала от других. Си, достижение целей и успех. Ди, независимость и свобода. Как вы предпочитаете общаться с другими? Эй, в письменной форме, например, в электронных письмах или сообщениях. Телефонные звонки меня пугают. Би, личные беседы. Нет ничего лучше, чем смотреть в глаза собеседника. Си, телефонные звонки или видеочаты. Так я могу смотреть людям в глаза, не выходя из своей спальни. Ди, это зависит от ситуации или человека. Как вы разрешаете конфликты или разногласия с другими? Эй, ищу компромисс и золотую середину. Би, избегаю конфликтов и стараюсь поддерживать мир. Я не люблю ссоры. Си, стою на своем и защищаю свою позицию. Ди, анализирую ситуацию объективно и предлагаю решение. Как вы обычно подходите к началу нового проекта? Эй, создаю подробный план и следую ему шаг за шагом. Би, погружаюсь в процесс и разбираюсь по ходу дела. Си, устанавливаю четкие цели и сроки, чтобы оставаться на верном пути. Ди, собираю информацию и анализирую ее перед тем, как принимать решение. Как вы предпочитаете узнавать новое? Эй, читаю книги или статьи. Би, использую практический опыт и метод проб и ошибок. Си, посещаю семинары или занятия. Ди, наблюдаю за другими или читаю инструкции. Как вы реагируете на неожиданные комплименты? Эй, принимаю их с благодарностью и ценю. Би, чувствую себя немного некомфортно, но благодарю человека. Си, отмахнусь от них и уменьшу их значение. Ди, проанализирую намерение за комплиментом. Как вы относитесь к правилам? Эй, они важны для поддержания порядка. Би, они могут быть ограничительными и должны быть гибкими. Си, они необходимы для честной конкуренции. Ди, их следует проверить и при необходимости пересмотреть. Как вы справляетесь с большим объемом работы или несколькими задачами? Эй, разобью их на приоритетные и управляемые части. Би, работаю одновременно над несколькими задачами. Си, соревнуюсь с самим собой, чтобы выполнить их быстро. Ди, работаю самостоятельно и в своем собственном темпе. Ди, рассмотрю это как возможность попробовать другой подход. Как вы относитесь к знакомству с новыми людьми? Эй, наблюдаю и слушаю, прежде чем активно участвовать. Би, с энтузиазмом представлюсь и начну разговоры. Си, возьму инициативу и буду лидировать в разговоре. Ди, начну с молоталка, найду общие точки соприкосновения. Как вы выполняете задачи, требующие внимания к деталям? Эй, наслаждаюсь ими и получаю удовлетворение от точности. Би, считаю их скучными, но выполняю добросовестно. Си, делегирую их другим, если это возможно. Ди, предпочитаю задачи, требующие стратегического мышления. Как вы реагируете на неожиданные похвалы или признания? Эй, буду признателен, но остаюсь скромным. Би, почувствую гордость и поделюсь ею с другими. В конце концов, я заслуживаю этого. Си, использую как мотивацию для достижения еще большего. Ди, проанализирую мотивы за похвалой. Действительно ли меня хотели похвалить? Как вы обычно подходите к решению проблемной ситуации? Эй, сначала проанализирую ситуацию и соберу информацию. Би, доверяю своим инстинктам и принимаю быстрые решения. Си, ищу мнения других и совместно с ними работаю над решениями. Ди, разбиваю проблему на меньшие части. Как вы относитесь к критике ваших идей или мнения? Эй, слушаю его открыто и рассматриваю альтернативные точки зрения. Би, занимаю оборонительную позицию. Си, отстаиваю свою точку зрения и предоставляю доказательства для ее подтверждения. Ди, анализирую информацию и при необходимости корректирую свои идеи. Как вы относитесь к тому, что находитесь в центре внимания или на пике популярности? Эй, чувствую себя некомфортно и предпочитаю оставаться на заднем плане. Би, наслаждаюсь этим. Си, беру ситуацию в свои руки и становлюсь лидером для других. Ди, наблюдаю и анализирую ситуацию перед тем, как принять участие. Как вы подходите к планированию будущего? Эй, создаю подробные планы и ставлю конкретные цели. Би, держу все варианты в уме и действую по обстоятельствам. Си, ставлю амбициозные цели и упорно работаю над их достижением. Ди, анализирую различные сценарии и готовлюсь к ним. Как вы разрешаете личные или профессиональные конфликты? Эй, ищу решение через открытое общение и компромисс. Би, избегаю конфликтов и надеюсь, что проблема решится сама по себе. Си, заявляю о себе и борюсь за то, во что верю. Ди, анализирую ситуацию перед принятием решения. Как вы справляетесь с неожиданными изменениями в рутине или планах? Эй, быстро адаптируюсь и нахожу альтернативное решение. Би, чувствую разочарование и борюсь с адаптацией. Си, возьму инициативу в свои руки и веду других через изменения. Ди, анализирую ситуацию, прежде чем принимать решения о следующих шагах. После того, как вы завершили тест на определение личности, посчитайте баллы для каждого ответа следующим образом. Вариант А равен одному баллу. Вариант Б равен двум баллам. Вариант С равен трем баллам. Вариант Д равен четырем баллам. Итак, посчитайте все баллы, чтобы увидеть ваш общий счет. Если у вас от 25 до 50 баллов, это означает, что вы сдержанный интроверт. Вы глубоко мыслящий человек и имеете богатый внутренний миф. Хотя вы, возможно, и не стремитесь к социальному взаимодействию, вы можете устанавливать глубокие и значимые связи с другими людьми, когда чувствуете себя комфортно. Если вы набрали от 51 до 75 баллов, вы общительны и экстравертны. Вы уверены в себе, проницательны, и многие окружающие считают вас крутым. Вы часто привносите в беседы приятное волнение и живость. Если у вас от 76 до 100 баллов, вы уверены в себе и решительны. Вы находите баланс между уважением к другим и отстаиванием своих интересов. Наконец, если вы заработали от 101 до 125 баллов, вы наблюдательны и обладаете аналитическим умом. Вы критически мыслите и умеете разбивать сложные проблемы на мелкие составляющие, что позволяет вам тщательно оценить каждую часть и понять общую картину.